При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Многие слова в русском языке имеют прямое и переносное значение. Так, прилагательное «железный» употребляется в прямом значении в словосочетании «железный гвоздь», то есть «сделанный из железа». Слово «железный» здесь обозначает материал. Это же прилагательное «железный» употребляется в переносном значении в словосочетании «железные нервы», то есть «сильные и крепкие». Переносные значения образуются на основе сходства понятий, их похожести. Теперь давайте вспомним, что согласные звуки у нас делятся на звонки и глухие. Большинство из них образуют пары. БП, ВФ, ГК, ДТ, ЗС, ЖШ. Есть непарные, звонкие, Л, М, Н, Р, Е и глухие, Х, Ч, Щ, С. Для того, чтобы запомнить эту классификацию, можно выучить шутливый диалог, состоящий из двух реплик. Мама зовет своего сына обедать и говорит ему, Степка, хочешь щец? На что капризный малыш отвечает Фи, он не хочет. Особенность этого диалога состоит в том, что в нем употреблены все глухие согласные русской речи, и парные, и непарные.